Евгений Лукинец. Я работаю в группе компании CRT. Там я занимаюсь разработкой SDK по распознаванию лиц. Вот это вот все, let's call the future. Там мы программированы на плюсах, потому что нужна высокая производительность и все вот это, но доклад вообще не об этом. Поехали. Друзья, мы все в душе программисты C++ и немного дети, поэтому я вам сегодня расскажу сказку про программиста username, который пришел на работу в абстрактную фирму и его путь от того, как он пришел на работу и до того, как он прокачался и начинает делать всякие классные штукови. Как у любой нормальной сказки, в этой есть и главление. Вот она. Ну и поехали. UserName пришел на работу. У него есть пустой компьютер. И он такой, ну, наверное, короче, мне нужно получить доступ к репозиторию SDK, которую я разрабатываю, получить этот доступ и склонировать репозиторию. Вот. На самом деле он приходит и получается вот так. Он пишет письмо, ему дают доступ. Оказывается, что, блин, есть еще пять репозиториев, где лежат какие-нибудь компайл-тезависимости. И в лучшем случае это все по три репозитории, и оно все склонируется за один раз. Но, может быть, и нет. Окей. Он думает, наверняка нужны какие-нибудь еще внешние или быт. Думает, ну, лучше бы, чтобы оно само заработало. Я бы пришел, и все. Но на самом деле нет. Они, короче, лежат на каком-нибудь файлах хранилища, там лежат mkl, opencv, boost, и вот-вот, и же с ними. Он их все копирует себе для своей платформы и проставляет там всякие переменные среды, если вдруг они не нужны. Окей. Думает, окей, дальше компиляторы CMake. У нас проект на CMake. Думает, ну, окей, надо поставить компиляторы CMake. К счастью, здесь все ровно так же, как он и ожидал. Дальше нужно собрать проект. Он думает, ну, хорошо, сделать директорию, запустить CMake и сказать, CMake, соберем проект. В реальности все чуть-чуть по-другому. Он делает директорию, потом прописывает какие-то переменные среды, потом еще в CMake прописывает какие-то переменные, чтобы, например, boost нашелся, и только потом можно сказать, проект соберись. Вот. И это вот такой более слайд, когда ты приходишь и ожидаешь, что нужно сделать вот это, а по факту вот-вот-вот все вот то нужно сделать на самом деле. И решение вот такое. Есть такая штука, называется Conan. Мы пишем вот такой вот Conan-файл, говорим, мне нужен boost.agin.mkl.sv. И сгенерируем мне, короче, у меня проект на CMake. А в CMake внутри CMake проекта мы пишем вот такой вот простой код. Говорим, что там, типа, CMake запусти Conan, вот файличек вот здесь лежит, сделай там CMake-овские таргеты, заапдейти, там, если что-то старое, ну и на самом деле, если что-то не собрано, то собери. Вот. И тогда внутри проекта поиск OpenCV будет выглядеть просто вот так. А поиск буста будет выглядеть вот так. Мы скажем, что root-буста лежит в root-пэкадже-буста, а library.deer – это library.deer в пэкадже. Ну и дальше найдем то, что нам надо. Круто же. Вот так вот будет выглядеть кусок запуска CMake. Мы говорим CMake, запустись, type release. Вот. Он внутри запустит Conan. Это, у меня же есть вот эта штука. Это вот, вот эта вот строчка. Вот. Он понял, ага, типа генератор CMake, релиз, это Linux, GCC и капиллятор версии 7. У меня Arch Linux. 11-я версия стандартной библиотеки. Ну и собирает то, что, короче, то, чего не хватает. Вот. Он начнет их искать, пойдет, короче, в ремоут, который есть, и, вот, сделает хэши и поймет, короче, и пойдет скачает их. Офигенно же. Вот. Собственно, Conan. Что такое это вообще? Вот. На сайте вот ровно вот такая информация, прям цитата с сайта. Давайте что-нибудь попроще. Это менеджер библиотек для C++. И не только на самом деле для C++, да и, в общем-то, не только библиотек. Он open-source-ный, суперактивно развивается, прям вот там где-то полгода назад вышла версия 1.0, сейчас актуально, по-моему, 1.2.3, что неважно на самом деле. И в какой-то момент поглотил GFrog, ну и поэтому у них есть интеграция с GFrog Artifactory, если вдруг кто-то знает, что это такое, мы же здесь все плюсовые программисты, а не Java. Вот. Он написан на питоним, причем можно использовать второй и третий, что, в принципе, удобно, кому что-то захочется. Вот. Я буду использовать это на количество терминологий, которые специфичны для Conno. Рецепт — это такой coinfile.py, который описывает, каким образом собрать пакет для какой-то заданной конфигурации. Конфигурация стоит из двух моментов. Это настройки и это полный список всех. Вот это вот, всего шесть штук. Это операционка, архитектура, компилятор используемый, build-type, release-debug. Это и последние два используются для кросс-компиляции, и про них я расскажу попозже. Есть опции. И это вот реально все, что угодно. Можно туда запихать bool, int, строку, любую строку, ограничить значение, которое может принимать какая-то конкретная опция. Пакет package — это когда мы собрали для каких-то настроек и опшенов проект, он запаковался в архив, и вот у нас получился пакет, он готовый прямо. И package.id — это, собственно, хэш, который генерируется именно из настроек и опшенов. Ну, сеттингов и опшенов, или настроек и опций. Стоит заметить, что он, короче, уникальный для конкретного набора вот этих вот штуковин, но при этом не зависит от конкретного пакетжа, от конкретного архива. Вот. Так, как написать какой-нибудь простой рецепт? Это, правда, очень простой рецепт. Эта штуковина запаковывает Agen, Hydron, его версию. На самом деле ничего сложного. Мы просто, как бы, говорим, он называется Agen, там, типа, вот это вот, куда там писать в поддержку, заводить баги и все остальное. Говорим, что, типа, onHeaderOndly, в методе source — это все стандартизированные методы, которые вот есть у onFile класса. Говорим, пойди, скачай нам дистрибутив, разархивируй его, удали архив. В методе package просто скопируй все, а в package.info, скажем, ну вот, инклюда, короче, лежат в папочке . That is, это вот, типа, все. Это вот реально целиком от начала до конца рецепт. Вот. Почему именно Conan? Почему я, короче, выбрал именно его? Есть несколько с разным успехом других пакетж-менеджеров. Я выделил три. Есть Bacaru, Bacaru, не знаю. Он поддерживает только дестопные платформы, никакой вам кросс-компиляции. Он использует некую билд-систему баг, про которую, если честно, особо ничего не знаю. Там нельзя хранить собранные пакеты. То есть можно, грубо говоря, написать что-то а-ля рецепта, и когда что-то будет запускаться на машине, он каждый раз будет это собирать. Ну и самое грустное, что последний релиз 17 августа, а последний коммит вообще полгода назад. Это как-то грустно для опыт-сорвственного проекта. Вот. Есть Seget. Точно так же поддерживает только дестопные проекты. Он очень заточен под использование именно CMake, что на самом деле не всегда удобно, потому что у нас есть Boost, например, который CMake, ну так себе. Вот. Зависимость тоже всегда собираются. Документация очень скудная, и там все очень грустно. Ну и он достаточно гибкий. Там какие-то конфиг-файлы, если я правильно помню. Но это не Python, там нельзя сделать все, что угодно. Самый известный, пожалуй, Hunter. Он написан целиком на CMake. И они это выставляют как фичу. Типа, смотрите, нам вообще ничего не нужно ставить, вы просто запускаете CMake, и все работает. Вот. Но у них, тем не менее, очень грустно с бинарным пакетом, потому что их можно хранить как релизы на GitHub, или в Nexus Repository Manager. Это какая-то типа штука вроде Artifactory. Ну и документация тоже очень-очень грустная. Вот. Окей. Программинистр Ethernet пришел. Прошел через вот то, что я описывал. Подрос. Морально и профессионально. Вот. И теперь ему прилетел его реквест, что мы хотим обновиться. В классной библиотеке Boost появилась классная библиотека, которая называется Stacktrace. Вот. Ее не было в 1.64.0. И вот нам именно нужно 1.65.0. Ну, окей. Программист взял, пошел, скачал себе Boost, собрал это все. Проверил, что все прекрасно работает. И теперь, короче, ему нужно сообщить остальным программистам в команде, что у нас обновился Boost. Ребята, вот если вы, короче, обновитесь на последние изменения, то у вас нифига не будет работать, потому что наш код уже заточен на наличии вот этой библиотеки. Поэтому он делает рассылку всем разработчикам, говорит, что, ребята, вот там, вот там лежит, короче, новый Boost, скачайте его для своей платформы. Ну, все такие, ну, не, ну ладно, хорошо, что делать, короче. Идут, скачивают, меняют строку генерации проекта в IDE-шке в своей или переменную среды, если это вдруг как-то так делается. Ну, и живут дальше. Вот. Но тут, короче, оказывается, что в Boost.165.1 была критическая ошибка. И она, правда, там была. Правда, через какое-то время выпустили 1.65.1. Вот. И теперь юзернейм пишет, что, ребят, ну, там, короче, бага была. Я все пересобрал, конечно, но вам нужно еще это сделать. И еще раз проделать, короче, копирование, переставление всех переменных, все вот это. Это грустно на самом деле. То есть, по сути, весь pipeline заключается в следующем, что мы берем, обновляем библиотеку, пересобираем ее для всех платформ ручками, куда-нибудь выливаем там какую-нибудь папку или SFN. Все разработчики скачивают новый build и прописывают новые параметры. Долго и не автоматизировано, и грустно все это. Решение снова Conan. Все, что нужно сделать, это просто вот в этой строчке в файле confile.txt поменять 1.64.0 на 1.65.0. И когда пользователи, остальные разработчики склонируют, ну, оправдаются на новую версию, перезапустят CMake, у них просто выкачается бинарник с новой версии, и они даже ничего не заметят им. Неважно. И исправление критической ошибки будет выглядеть точно так же. Мы нолик заменим на единицу, и все само заработает. Это вот такая красивая картинка, потому что картинки воспринимаются лучше, чем текст. Можно заметить, что здесь нет целых двух пунктов. Это достаточно приятно. Причем вот эти вот пункты как раз затрагивают людей, которые не я, не юзернейм. Им придется делать какие-то дополнительные действия, и этому юзернейм придется парить других людей, чтобы они что-то делали. А здесь этого не надо. Окей, а это внезапный котик. Окей, юзернейм прокачался. Ему сказали, слушай, у нас вообще-то есть билд-агенты, а не только разработчики. Надо бы что-то с этим делать. И оказывается, что с билд-агентами вся та же самая история. Там тоже лежат старые библиотеки, их тоже нужно обновлять. Билд-агентов у нас дофига. Много очень платформ. Разные версии, релиз-дебаг, все вот это. И значит, там, я не знаю, у нас есть 10 билд-агентов, нам нужно пойти на каждый билд-агент и положить туда нужную версию. Ручками. Вот. И тут, короче, возникает дополнительная проблема. Если у вас настроен Continuous Integration, значит, что вы хотите, не знаю, юзернейм реализовал какую-нибудь фичу, он сделал ее, разумеется, в отдельной ветке, чтобы не сломать странг. И он хочет проверить, что на то все собирается на билд-серах. Вот. Допустим, вот эта фича, это как раз встраивание booster trace. И оказывается, что ему нужно пойти на все билд-агенты. Здесь немного другой кейс описан, но тем не менее. Вот. Остается проблема конфигурации. Даже если мы пойдем разложим новую версию. Потому что получается, что все нынешние сборки используют boost 1.64.0. И нужно в каждой конфигурации подправить, что использую 1.65.0. После чего вернуть все обратно, потому что иначе все остальные билды сломаются. Вот. Тут, в общем-то, ничего нового. И мы просто поменяем версию, и все скачается на билд-агент автоматически. Хорошо. Но с бустом ладно, мы решили, а давайте что-нибудь покруче сделаем. Мы решили на из 8 куд на 9 куд. Вот. И, блин, теперь на каждом билд-агенте надо будет устанавливать куду новую. И в каждой конфигурации снова прописывать использование новой куды. А потом, разумеется, вернуть все обратно, потому что у всех остальных используется 8 куды. А может, что-нибудь еще покруче. Давайте мы обновим GCC. Для этого нужно, короче, пойти там на каждый... на каждый билд-агент, посмотреть, какая там операционка поставить. Нужно GCC, там, вот на 6-м, 7-м, то есть это DevToolset, который нужно поставить отдельный. На Ubuntu, короче, еще компилятор, и на ArchLinux, короче, другой компилятор. Фух, выглядит как много работы. Вот. Идут решения не на Nikon, а на Docker. Потому что Docker все это может сделать. Собственно, что такое Docker? Это снова статус сайта, и снова на английском, и снова непонятно и долго. Простыми словами, это очень легкие виртуальные машины, которые, там, типа, работают, грубо говоря, на уровне юзер-спейса в Linux. Это готовая платформа для обмена образами. Есть Docker Hub, там можно выложить свой Docker файл. Можно поднять свой, потому что это все опенсорсное. Очень простой и понятный синдексис, как это все пишется. Опенсорсное, я уже сказал. Что очень немаловажно. Огромное количество реально разной документации, информации, примеров, готовых образов, что тоже очень круто. И возможность ограничивать ресурсы, на самом деле, полезная штуковина, когда хочется, не знаю, на одном билд-агенте запустить сразу несколько билдов, и не хочешь, чтобы каждый из них пытался вырвать все ресурсы. Окей. Так в чем решение? Давайте плодить Docker образы для каждого дистрибутива, для каждой версии куды, и для каждого компилятора. Ну, потому что мы можем, они просто будут скачиваться, и все. Что нам стоит это сделать? Вот. Вот так, на самом деле, пишется, прям вот так, пишется образ, который based на, это, короче, официальный, официальный образ NVD, который она поставляет, subundar 16.04, там, где лежит куда, со всеми любыми, хидерами и всем остальным, что все, что нужно для разработчиков. Дальше мы просто ставим, а в гетам, все, что нам нужно, все, что у нас есть, самые ценные, компиляторы, CMY, кипитоны, доxygen, gdk, мы прописываем переменные среды. А, ну, не забываем про con, разумеется, куда без него. Вот. И вот сейчас будет сложно парсить, но я вам помогу. Эта команда запускает контейнер. Она говорит, что докер, запусти мне контейнер, удали его, после того, как он обработает, ремонтирую мне project root в slash project, папочку, куда сложить install, ремонтирую мне в slash install, ремонтирую мне конновский кэш, который лежит там, в root, который лежит где-то там, короче, в системе, ремонтирую мне в root Conan data, ну, и прокидь там, короче, пользователя и группу. А дальше вот у нас есть, короче, наш специальный образ, который лежит даже на нашем хабе, в котором мы там поставили все, что вот это вот нам нужно было. Вот он образ. И мы говорим, что запусти в нем вот эту вот команду, это все одна команда. Вот. Добавь нам наш Conan сервер, поставь компилятор, создай build-директорию, запусти c-make, и запусти c-make install, ну, и, короче, смени права на кэш и install, чтобы можно было и с хост-системой ничего не с этим сделать. И это все. Серьезно. То есть, мы как бы запустили докер, собрали в нем библиотеку под любой линусовый дистрибутив, и он свернулся. Все. Его нет. Как итог, у нас есть в папочке install.dir, у нас есть готовый инсталл для нашей библиотеки. Офигенно же. Вот. По поводу автоматизации у нас TeamCT используется. Можно просто поставить переменную среду target distro, вот, и одним из шагов вначале запускать просто маленький шоуовский скрипт, в котором проверяется эта переменная среда, и если там это лабунда 16.04, мы просто поставим какой образ использовать. Соответственно, если раньше мы использовали куду 7.5, а теперь хочется использовать куду 9.0, мы просто в своей ветке, и это важно, мы в своей ветке, можем спокойно заменить 7.5 на 9.0, и когда мы отправим конкретно эту ветку на milt-агент, она такая, ага, нам нужен образ с 9.0, она выкачет этот образ, соберет все уже с 9.0, схлопнет контейнер, и у нас будет готовый install уже с 9.0. кудой, и при этом никаких изменений в конфигурациях, все делается локально с компа разработчика, без хождения по настройкам чего бы там ни было, и по факту нужно поменять всего ничего. Вот, у подхода с докером есть еще один очень классный момент, тот билд, который мы получим на билд-сервере, будет абсолютно не течен тому, который мы создадим у себя локально на машине, потому что образы, которые запускаются на билд-агенте и на локальной машине, они бинарные, одинаковые, в которых запускается один и тот же код. Это значит, что если вдруг нам кто-нибудь сказал, что ребята, мы там, я не знаю, у вас нашли багу, и тестировщики пришли, сказали, ребята, мы нашли у вас багу, пофиксите. Мы пофиксили ее, и мы хотим этот тестировщик, мы не хотим прогонять это все через билд-агент, и мы хотим просто собрать быстренько билд, такой же, как если бы мы собирали на билд-агенте, и отдать его тестировщикам. И вот в такой вот ситуации мы можем это сделать, причем мы можем это сделать на любой линоксовой машине, на которой можно запустить докер. Вот. И снова картиночка, потому что картинки запоминаются лучше. Это вот полная схема того, как сейчас нужно будет что-то обновлять. То есть мы там, это вот для библиотек, мы, короче, все это куда-то выкладываем, если мы билд-агент, то мы, короче, меняем конфигурации, что-то откатываем, если что-то не получилось, разработчики просто все это выкачивают. Теперь получается вот так. Мы просто пересобираем для себя платформ, закидываем это все в Conan, обновляем версию в Conan File.txt и все. Все остальное просто работает. Вот. Это для не библиотек, это вот всяких системных штуковин типа кудов, куды, драйверов, компиляторов, драйверов, всякого такого. Сейчас нам нужно все по отдельности делать на агентах. Можно будет все это сделать просто в докере локально и не париться. И даже проверить, что это все будет работать прямо локально. Окей. эзернейм еще прокачался. И он думает, блин, я делаю очень-очень много всего руками, мне надоело, я хочу все автоматизировать. Он думает, что можно делать? Он думает, ну, докер образно, наверное, имеет смысл собирать на билдсервере. Есть еще проблема, что, грубо говоря, если мы сделали какой-то рецепт, и у нас много платформ, у нас две студии, у нас три дистрибутива Linux, Android с пятью архитектурами, iOS с двумя архитектурами, и все это в релизе в дебаге, и того у нас 24 варианта, и что, это руками пересобирать? А если пересобирать руками, то она наверняка получится неконсистентным. Значит, хотелось бы, чтобы мы, короче, сделали вот так, и все одновременно, ну или почти одновременно собралось. Соответственно, нужно, короче, какой-то механизм пересборки пакетов для всех необходимых конфигураций. Ну, напрашивается просто триггер билда на билдагенте. Ну и правда, давайте просто реально настроим сборки всего на свете автоматизированы. Давайте автоматизируем пересборку докер-образов по коммиту, например, билд-конфигурации для пересборки кон-пакетов для всех поддерживаемых операционных систем, и вариантов. Вот. Соответственно, репозитории и по сути для пересборки нужно будет сделать всего три шага. Собрать образ, сделать докер-тег и сделать докер-пуш. И все. Окей. А кон-как автоматизировать? Вообще, по-хорошему, у нас же уже есть докер-образы, в которых мы собираем нашу SDK. Почему бы эти же самые докер-образы не использовать для пересборки кон-пакетов, потому что мы же под одну и ту же платформу собираем. Ну, отлично, заиспользуем их прямо их. Вот. И, к счастью, разработчики кон-нан об этом обо всем уже подумали, частично подумали. Вот. Сделали кон-нан-пакет-штулс, он лежит на гитхабе, очень тоже активно развивается. там много, они очень активно отвечают на всякие баги, недочеты. Короче, все это очень отзывчиво и здорово. Вот. Используется примерно следующим образом. Создается просто билдер, говоришь ему юзернейм, канал, куда это загрузить, референс, там будет чуть попозже, пересобери мне устаревший, используй докер. И вот такой вот докерский образ. Говорим, что подгружаю это все и дальше просто говорим, добавь в него такую конфигурацию, там где у нас, короче, 64-бит, релиз GCC пятой версии и любая для 11 стандарта и то же самое только в дебаге. Ну и собери. Для винды все выглядит на самом деле точно так же, только там и докер не используем. Вот. Про это я расскажу позже, но в общем в целом все выглядит примерно так же. Говорим, собери. Вот. И как бы весь скриптик с учетом тех функций выглядит так, что мы говорим, пересобираем мне boost 1.65.1, если это винда, пересоберем для винды, если это линукс, ну пересобери для всех линуксов, потому что мы можем, наверное, в любом линуксе собирать под любой другой линукс. Классно. Вот. И тут вот этот вот пункт изменился. Раньше мы все это пересобирали руками, а теперь нам нужно по факту сделать actual work, поменять что-то там в рецепте или обновить что-то, а потом просто нажать эту кнопочку и все автоматически соберется, выгрызется в колонный сервер и все будет классно. Окей. Это все, конечно, винда и линукс, это прикольно. Но у нас современный мир, плюсовые проекты очень активно используются на мобильных девайсах. Прямо суперактивно, на самом деле. Вот. И для этого хорошо бы мы могли все это применить для кросс-компиляции. Классно, к счастью, поддерживает кросс-компиляцию и вот те две переменные, два сеттинга, которые я рассказывал, не рассказывал вначале, вот они. Это хостовая система, на которой все собирается, и архитектура этой хостовой системы, на которой все собирается. Вот. Полный список поддерживаемых архитектур вот такой и здесь, кажется, есть примерно все, что угодно, кроме суперстарого Android V5, по-моему, который в общем целом нигде особо и не используется уже. Вот. На самом деле, в общем целом, все, кажется, достаточно знакомо, почему надо просто не сделать докер-образ с НДК и там все собирать, прописать все переменные среды, компиляторы, флажки к компиляции и все будет классно. Вот. Проблема кроется в том, что, да, на билд-агентах все правда будет так работать, но если мы захотим это запустить на компьютер-разработчика, который вот реально разрабатывает это все, он запускает Android Studio и хочет вот это вот все собрать, но у него нету НДК, ему нужно там скачать определенные версии, потому что, разумеется, мы же собираемся в определенные версии, нужно скачать CMake, там вы проставите все вот эти переменные среды, флаги компиляции, компилятор, все остальное, это все придется делать ручками разработчику. Не хочется, я хочу, чтобы все само просто работало. Вот. Давайте все тоже запакуем в Conan. Я же говорил, что он может паковать не только в библиотеке. Ну, давайте будем паковать. OSBuild и OSArch как раз нам помогут. Вот. А в блин, здесь опечатка. Package info. Обновим переменные среды пасса и CMake root. Пасс нужен, ну, понятно, чтобы там прописать, где лежит CMake. CMake root это полезные переменные среды, чтобы искать, где у CMake модули валяются. Вот. Android SDK запихаем и все это используем. Блин, а что с этим делать дальше? В NDK же идет огромное количество разных компиляторов, там, в смысле, два совершенно разных компилятора, и очень много вариантов STL и всего остального. Ну, давайте напишем тонкий в рапер, который просто прописывает пути и флаги для компилятора, линговщика и всего остального. Ну, то есть это вот пример того, как это все будет прописываться. Все это прописывается тоже в package.id. На первой версии этих слайдов я просто приводил этот метод целиком, но, к сожалению, он занимал два слайда по всем шрифтом, и я решил, что так лучше. Альтернативный подход к тому, что можно сделать. А, ну, да. По итогу мы запакуем NDK, запакуем CMake, запакуем вот этот компайл в рапер, который, по сути, ничего не делает, он просто оборачивает существующий NDK-пэккедж. И все, дальше, когда придет андроид-разработчик, он скажет, что, типа, поставь мне все, что нужно для разработки под андроид. Он скачает компайл в рапер, все пропишет, и вуаля, все есть. И ничего не надо искать, не искать подходящие версии, и не искать где. Вот. Это, собственно, альтернативный подход. Есть такая штука, называется Android Standalone Toolchain. Можно, короче, запустить там специальный скриптик внутри NDK, который называется Make Standalone Toolchain. Он вместо того, чтобы, короче, ручками выбирать, какой компилятор, какой STL, какие флажки, вот это вот все, можно, короче, это все передать вот этому скрипту Standalone Toolchain. И он сгенерирует просто, по сути, System Root. Вот. Ну, раз это можно сделать с консоли, это наверняка, можно сделать и с коном. Давайте мы просто напишем коновский рецепт, который будет запаковывать за Standalone Toolchain. Причем он будет не только его запаковывать, он будет требовать NDK, NDK будет скачиваться для нужной платформы, там, 64 бита под виндой. Он его скачает, распакует, положит в пэккедж, потом придет к Standalone Toolchain скажет, сделаем сделаем с Standalone Toolchain. Он его сделает, запакует, и все, и будет он конкретный, и будет он лежать на машинных разработчиков, точнее, на конно-сервере. И когда кому-то под виндой 64 бита понадобится собирать под, не знаю, ARM 8A, он скажет, я хочу ARM 8A. У него скачается вот это вот все, и все просто заработает. Вот. И Лакост, это Лассот, прошу прощения, это один из двух парней, которые мейнг-трейнеры Конона. У него в репозитории, на самом деле, у него на гитхабе большое количество всяких разных кононовских пэккеджей, они обычно идут с префиксом Конон. И вот у него есть, короче, как раз рецепт для того, чтобы делать Standalone Toolchain. Все очень здорово, конечно, но что-нибудь еще хочется такого красоты, приятности, потому что все, что я рассказал, оно по сути относится к Linux, ну и там типа Android можно делать. С macOS и iOS, конечно, все очень грустно, потому что докер-образов, которые запускают внутри образа macOS, нету, я не верю, что они появятся в ближайшее время, на самом деле. Вот. Но там на Mac зато можно запускать докер, который запускает Linux. Вот. А что вообще с виндой? винда нативны, с десятой винды и с 2016 сервера поддерживает запуск докера, она, если я правильно помню, использует гипервизор, прям настоящий, все прям настоящая виртуалка. И вот там с какого-то момента можно даже запускать в докере виндовые образы, то есть вот прям винду внутри докера, это же круто. Вот. Но там была одна проблема в том, что в докер-фу-индовсе вплоть до последнего релиза, который реально февральский, можно было там вот такой переключатель, типа запускаем линуксовые контейнеры, а если хочешь запустить виндовый, то останови все линуксовые контейнеры, нажми переключатель, а потом запускай виндовый. И это тоска на самом деле, но вот в последней версии они это пофиксили, и наконец-то можно запускать линуксовые виндовые докеры одновременно. Вот. В дополнение к этому есть прекрасная новость, что в 2016 студии наконец-то появился установщик из командной строки. Можно просто написать командную строку, и студия поставится на машину без вот огромных гуевых окон, которых нужно нажимать далее, 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 далее. И это безумное счастье, потому что теперь мы можем студию поставить в докер образ. Вот. Собственно, вот так это делается. Выглядит, конечно, не очень приятно, но претензии здесь не ко мне, а к установщику студии. Ну, просто копируем установщик, его можно, в принципе, и по сети скачивать, почему бы и нет. Скачиваем установщик, запускаем в PowerShell установку со всеми там локалью, найти в десктоп, вот это вот все. Ну, и потом просто обновляем переменную среды, говорим, что ну, вот здесь, короче, все лежит. И классно, мы, по сути, получили все то, что вот я рассказал для Linux и для Macosim, и все то же самое теперь получили в Винде. Мы теперь можем запускать виндовые образы и там собирать что-нибудь для Винды. вот, классно. Есть такая штука чоколати, я хочу ее порекомендовать, просто она не имеет прям супер прямого отношения, но это как пакетч-менеджер для Винды. Вот эта вот команда, она страшная, она просто скопирована с официального сайта, на самом деле. После этого чоколати появляется в консольке, и можно сделать вот такую офигенную штуковину, выглядит прямо как apt-get, или yum, или какой-либо дистрибутив в илюмте, я не знаю. Вот, это поставит просто CMake, и дальше прописываем такую же переменную среды CMake, и все, после этого, по сути, различия заканчиваются. Вот, есть всякий неприятный момент, например, что в Windows Server, образ, который я использовал, Windows Server Core, он тяжелый, он реально 3 гигабайта весит, для сравнения, образ для что в Windows весит 150 мегабайт. Вот, видимо, люди из Microsoft, видимо, понимают, что что-то здесь идет не так, и начали делать в какой-то момент Microsoft Nano Server, но у него есть тоже некоторые проблемы, потому что сначала вообще не было, он был абсолютно пустой, прям вообще пустой, там ничего не было, потом они сделали, короче, версию Nano Server, в которой стоит PowerShell, причем, кажется, первой версии. Настолько там все грустно, что даже, короче, поставить Чоколати, обычным PowerShell скриптом, там не получается, ну, по крайней мере, у меня не получилось за день рабочий. Вот, но зато он весит 150 мегабайт. Возможно, когда-нибудь они доделают, я очень верю, что они доделают, они же хотят, чтобы все, короче, запускали свои веб-сервисы на Windows вместо Linux, и поэтому они выпустили Windows дистрибутив недавно. Окей, а что еще можно сделать? В общем и целом, как я говорил, как же вкон не ограничиваются либами, поэтому там реально, по факту, можно запихать все, что угодно, ну, кроме, пожалуй, студии, которые ставятся. Тем не менее, можно сделать рецепт, который поставит в студию, никто не мешает это делать. Вот, можно, соответственно, взять JVGTK запаковать, Android, CMake, я уже показывал это, ну, и, в принципе, туда можно запихать библиотеки, в которых, грубо говоря, есть проект, и там вот те вот на первом слайде я рассказывал про пять подрепозиториев, которые скопают тест-зависимостями, скорее всего, они редко меняются. Хорошо, если там раз в полгода. Поэтому давайте их просто тоже запакуем вкон, не будут они больше собираться, они будут один раз собраны, лежать, и все будет хорошо. Вот, и в общем и целом я все вот это рассказал, и программисту визернейм реально стало проще жить. Все автоматизировано, все работает, работает вот так, и это классно. Это конец этой сказки. Вот. Есть ли какие-то вопросы? Да. Окей, давайте начнем. Можно, да? На самом деле хороший очень доклад, спасибо. вопросов куча, но задам по времени, как ограничиваются. Мы тоже страдали от отсутствия автоматизации, в результате запилили свой велосипед для пэкэдж-менеджера, но он, естественно, не Conan, похожее что-то, катаемся на нем, удобно пока, на самом деле, поменяем, наверное, на Conan. Вопросы первые, как бы, ты упомянул, что есть другие пэкэдж-менеджеры, почему VC-пэкеджи не был? А он живой? Живой, Microsoft его активно пилит, но я, когда мы свой велосипед запилили, я вот знал, что выбирать буду из VC-пэкэджи и Conan, VC-пэкэджи я успел посмотреть, он удовлетворяет вообще ни одной нашей потребности, нам нужно было хранить бинарные пакеты, VC-плюс-плюс долго собирается, все знают, мы используем Qt, Qt, ну, час, ну, в зависимости от машины, можно сократить, ну, 20 минут, 20 минут сборка пакета, это долго, у них идеология, мы все собираем, я посмотрел, не нравится, не в смысле, значит, потом я посмотрел, ну, ладно, у них есть экспорт, можно, вот, ты собрал у себя одну репу, можешь ее вызвать команду экспорт, он тебе запакует все бинарное уже и отдать другому разработчику, я думаю, ладно, хоть что-то, но все равно не то, и второй момент, у них нельзя хранить в одном хранилище одну либо двух версий, это совсем отстойно, это грусть, хорошо, а вопрос-то в чем? Почему все пакеты не упомянули? А, я, вот потому что я вот это рассказывал, я, если честно, погуглил, почитал просто несколько первых статей, ну, пакетж менеджер, плюсы, это не новая тема, я погуглил, почитал просто несколько статей с обзорами, это вот те основные, которые я выбрал, в степи, возможно, там просто был, я просто посмотрел, вероятно, на него, и подумал, ну, нет, это даже упоминать не стоит. не стоит, но активно пилится, а вот те, на самом деле, я не слышал. Другой вопрос, вот куду, ты говорил, что мы куду ставим через рецепт докера, почему куду не засунули в конон? Это же компайл, это же либо, который вы юзаете, компайл тайм зависимость, нет? Это компайл тайм зависимость, к сожалению, куду, в смысле, почему ее в конон? Да, написали бы в конон, она бы у вас качалась при вызове семейка, ставилась бы тоже, если у вас один разработчик. Нет, почему бы и нет, сделайте, обычно, как бы разработчики, на самом деле, они ставят родную куду для своего дистрибутива, ну, потому что в родном дистрибутиве это обычно делается реально очень просто, вот, и разработчику проще, как бы набрать отгет, чем брать вот эту вот ровно куду. Вот, то есть это вопрос простоты, но никто не запрещает. А можно еще раньше, вот, где конон файл был, в самом начале где-то? Ух, допустим, вот, он у вас в репе не лежит проект? Лежит. Лежит, в этом вся суть. То есть я правильно понял, потому что я сначала думаю, о, положили, ну, у нас на велосипеде тоже самое. И у вас, когда разраб делает фичу-ветку, ему надо обновлять, он там как раз делает коммит, у него только коммит, изменяется одна версия. Да, все нормально собирается. Ну вот, меня смутил рассказ, когда про куду началось. А, окей. И еще один вопрос. Запаковать CMake в Conan. Да. Если я правильно понял из презентации доклада, как Conan работает, ну вот, в самом начале, где там include был в CMake, я понял, на самом деле. мы вызываем CMake, вот-вот-вот-вот. Дальше начинает отрабатывать Conan, там его CMake и так далее. Conan начинает отрабатывать, то есть первый CMake. Как захочется. Conan, вот это, вот это, реальная команда, ну в смысле, ее можно запустить в консоли. Если хочется поставить себе CMake, можно запустить Conan, сказать, Conan, поставь мне CMake. То есть, получается, ну, можно в любом порядке. Я могу базироваться на Conan, да, но первая команда будет Conan, установи мне CMake, а дальше вызываю CMake и иду пить кофе. Ну, то есть можно в любом порядке это делать, на самом деле, просто, когда, когда ты не запаковываешь CMake, это чуть ли не единственный случай, когда ты не запаковываешь CMake, имеет смысл Conan запускать прямо из CMake и не делать дополнительный шаг, когда ты запускаешь ручками Conan. Поэтому, как бы, я бы привел. Спасибо. Вопрос в центре. А, прошу прощения, я не увидел вас. Я его друг. А, хорошо, у вас такие же вопросы? Да, да, я хотел спросить, ну, вот в случае использования обычного, там, Дженкинса, когда мы собираем на хостовой машине, у нас остаются артефакты от сборки, да, ну, то есть это бинари плюс отладочная инфа. То есть, вот я хотел бы прокомментировать, ну, вот, CMake build type release, почему не real with debin flow? То есть у вас, а, и вот второй комментарий, это вы сказали, что часто разработчик собирает у себя на докер образе и отдает бинари к кюа, да? Не то, чтобы часто. Такое может иногда произойти. Такая, ну, то есть вот, именно за мои, там, почти пять лет работы в CRT, такое несколько раз случалось, когда нужно выкатывать вот-вот релиз, а то, что я буду собирать под все платформы на билд сервере, оно, типа, соберет там все 24 варианта, которые я рассказывал, закомминит это все в SVN, и тестировщики оттуда заберут. А по факту хочется просто проверить, починилась бага или не починилась. Ну, у меня вопрос вот отладочной информации, то есть ты собираешь у себя на машине, да? Да. И у тебя получается бинар какой-то, ты его отдаешь тестировщику, у тебя там происходит там падение или еще что-то, а артефакты, по сути, в половине там потерялось, да? Где отладочная информация? Почему потерялась? Ну, релиз, потому что... А, это вопрос к тому, почему здесь релиз? Нет, и почему релиз, и в случае сборки на локальном докер образе, то есть артефакты не сохраняются, же только бинари, или что? Как это происходит? В смысле? Здесь можно поставить релиз в дебаг-инфо. И ты руками возьмешь потом отладочную инфу оттуда? Нет, ну, как бы, если поставляются в релизе бинарники с дебаг-инфо, значит, они во время инстала установятся. Ну, у нас проектирован так и делается. все, понял. Соответственно, ну, они появятся в инстале, они уйдут наружу. Все, спасибо. Тогда вот, в центре зала. Спасибо за доклад. Вопрос такой, на маке образы, вы сказали, не поддерживаются. Так, а что вы с маками делаете в итоге? С маками, к сожалению, все по старинке. Ну, то есть, с конным все точно так же, на самом деле, но придется, к сожалению, держать прямо вот отдельный билд-агент для того, чтобы собирать под макой iOS. Здесь ничего, к сожалению, не придумаешь. Я понял, спасибо. И еще вопрос, например, один. Если мне нужно пропатчить операционную систему, чтобы сделать сборку, как это сделать при помощи докера? В смысле пропатчить операционную систему? Поменять там некоторые системные файлы. С помощью докера это сделать? Ну, вы делаете докер образ. Да. Докер образ основывается на какой-то сборке операционной системы. Соответственно, там будут файлы операционной системы. Да. Если мне какие-то из этих файлов нужно отредактировать руками, чтобы у меня сборка закончилась успешно. Именно сборка конкретно или это хочется оставить в докер образе? Оставить в докер образе. Так, вот у нас где-то здесь слайд. Ну, короче, вот этот вот run просто запускает команду. Который модифицирует файл. И обязательно. Все, что хотите. Я понял. Хорошо. Спасибо. Здесь root, и реально, все, что хотите, берете и запускаете. И маленький вопрос еще. Все, что вы рассказали, в основном относится к билд-агентам. То есть разработчики, они в принципе докером для сборки не пользуются. Они настраивают себе полностью окружение и работают на нормальном окружении. Да, потому что докер очень полезен в той ситуации, когда хочется как бы собрать, получить результат и все остальное убрать. Потому что оно нафиг не надо. Спасибо. А у разработчиков все по-другому немного. Вот, дальше по залу можно? Человек долго тянет руку. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Как решается в Кононе проблема конфликта зависимости? То есть вы понимаете, бывают ромбовидные зависимости, Допустим, есть Boost, Boost зависит от ICU, есть какой-то другой компонент, он также зависит от ICU. и в итоговой сборке мы можем получить две разные версии ICU. Он, если я правильно помню, он на это ругнется. На самом деле, у Конона самый прям, не короче, два самых важных ресурса. Это их доки, это и гиктхаб. Практически все вопросы, которые можно придумать, есть либо там, либо там. Ну то есть советуете почитать? Сами не сталкивались, да? Я не сталкивался по той причине, что хочется в общем и целом в проект держать одну версию ICU, например. Соответственно, если получается, что получается ромбовидная штуковина, значит, плохая ромбовидная штуковина, где вот сверху стоит. Ну там может быть на самом деле дерево очень ветвистое, и одну часть могут начать менять, а вторая, старая, древняя, никто ее трогать не собирается. Но придется. Вносочи придется. Бывает. Это не проблема Конона. Я понимаю, это проблема архитектуры. Ну так что решается проблема архитектуры, решается проблема Конона. Согласен. Еще маленький вопрос. Как Конон взаимодействует с другими репами? Ну, допустим, джифроговские артефакторы. Можно ли настроить взаимодействие? Для выкладывания бинарей. Вот где-то здесь. А, вот, вот, прямо вот здесь. Джифрог недавно буквально выпустил опенсоршную версию артефакторы и выпустил специальную артефакторы для C и C++ разработчиков, в которой есть ровно один вид проектов Кононовский. Ее прямо можно, короче, пойти на сайт джифрога, скачать и поднять у себя прямо бесплатно. Супер, спасибо большое. Вот так, вот, да, вопрос. Такой вопрос, вот, по докеровским сборкам. Да. Смотрите, когда мы начинаем на билд-сервере переиспользовать для разных архитектур разных GCC одну и GCC одну и ту же папку, если у нас есть какие-то потенциальные проблемы с тем, как настроены билды в самом нашем проекте, у нас могут там оставаться файлики для результата промежуточной сборки. Когда мы начинаем такой проект потом под другой архитектурой, там, другим GCC пересобирать, например, на следующем этапе, он может решить, что у нас там что-то уже собрано, но собрано на самом деле будет не тем GCC. То есть есть ли какое-то хорошее решение переноса сердцов прямо внутрь докер-контейнера, так, чтобы это не было постоянным git-клоном? В смысле Mercurio, о, господи, Team City, например, там в настройках проекта, настройках конфигурации указывается root-репозитория. Он держится типа up-to-date постоянно. Вот. Нет, послушка в другом. Вот у нас есть некий git, ну, я говорю сейчас о git-репозитории, то есть там есть игноры, для того, чтобы не делать постоянный клин в этом репозитории, особенно иметь возможность из него собраться параллельно двумя билдами под две архитектуры, нужно иметь возможность как-то разносить ветки кода между разными билдами на разных GCC с разными библиотеками, иначе у нас ошки начнут друг с другом конфликтовать. То есть хочется получить дерево готовое кода в докере, но простой способ его получить это git-клон. Git-клон на большом проекте это до свидания. Сейчас, я чуть-чуть полистаю. Или не чуть-чуть, господи. Вот тут. Тут Project Truth просто монтируется, он никуда не копируется, он просто монтируется как папка в Linux. Собственно, вот об этом вопрос. Если мы просто его монтируем, причем монтируем его в разные докер-контейнеры, которые работают с разными архитектурами, то у нас просто могут случиться проблемы с зависимостями. мы же вроде проект собираем в папочке билд. Это если у нас все хорошо и наш билд настроен грамотно, и у нас там нет зависимости от каких-то вытянутых сторонних проектов пусков кода, которые могут начать писать себя прямо в код. Например, всякие волшебные версии, идеи с подкладыванием version.h, с CMake и вот это вот все. Я даже не знаю, а как… Не-не, это не проблема подхода, это проблема того, что с этим репозиторием не запустить две сборки одновременно. Две сборки одноименно, две сборки последовательно тоже может быть. Последовательно да, придется делать. Потому что файлик уже сгенерирован на другой архитектуре, он может считаться, что все уже выполнено. Это вопрос именно не к тому, что клон он, не клон он, а есть какие-то готовые в комьюнити решения этой задачи предоперизации. Я не знаю, можно сделать… Да, во-первых, TeamCity умеет после себя очищать, во-вторых, но в конце концов… Ну, то есть, если мы чистим между сборками, да, это решается, но тем самым мы теряем промежуточные результаты, которые могли бы быть переиспользованы. А их… Мы не хотим их использовать. Хотелось бы оставить их для каждого типа сборки. Ну, тогда стоит их делать как отдельные артефакты после сборки. Ну, если вы хотите их, правда, сохранять, почему их не сделать артефактами сборки, и все, ну, и будут они у вас сохраняться. Нет, на стандартной ситуации в Jenkins'е у вас есть, условно говоря, build папка, в которой запускаются билды один за другим, и там, если не изменяются сердцы, то промежуточные результаты, они остаются неизменными. Тем самым мы там не делаем часовую пересборку проекта на обновление одного файлика. Не знаю, я предпочитаю, если честно, делать на build-агентах clean build. Просто всегда, чтобы наверняка это все было. Хорошо, так, вот, вот, как бы, есть два вопроса. Вот раз, давайте туда, и потом вот сюда. Здравствуйте, у меня вопрос по поводу, как решается проблема с динамическими библиотеками. Вот, юзернейм. Юзернейм сказал, мы используем не Qt 5.6, а Qt 5.7. Дженкинс сказал, окей, мы используем не Qt 5.6, а Qt 5.7. Все великолепно. Тестер взял готовый, ну, экзешник, бинари, не знаю, что-нибудь. DLL-ки-то у него другие, и чего? Ну, у него, он на тестерской машине. Окей. Есть какая-то метаинформация, которая передается? Нет, ну, то есть, да. Вы поставляете свою библиотеку, которая зависит от Qt 5.6, правильно? Динамически. Да. И вы ее передаете без лип Qt 5.6. Ну, то есть, да, нет, 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 для тестера, для тестера. Мы же говорим, не готово, мы не поставляем докер-контейнер. Мы не говорим сейчас о continuous integration до конкретного человека, да, мы говорим сейчас о том, что, окей, мы на Дженкинсе собрали бинарник, конкретно один, чтобы тестер быстро скачал. Вот, задача была какая? Чтобы при минимальных ресурсах юзернейм что-то поменял, а тестеры, там еще кто-то, они ничего не знают о том, что что-то поменялось, не что-то поменялось. Или вы реально собираете, и у вас на Дженкинсе хранятся вместе с артефактами собранные DLQ-та. Или как-то зависимости. Ну, они в конне лежат. А, они лежат, все, все, и именно человек, который забирает артефакт, он собирает с собой все зависимости через конан. Или нет? Можно в инсталле. Ну, то есть я бы, если честно, поставлял DLQ-та вместе с бинарниками во время инсталла. А, ну да, это вариант, все понятно. Спасибо. Так, и вот в первом ряду был вопрос. Ну, окей, во втором ряду. В логичном завершении, мне кажется, было бы еще и собственные артефакты помещать в конан тогда. Кого? Обмен с Куа через конан. Это можно сделать, и так, правда, предлагаю делать, и там есть, короче, гитхаб конана, это отличное место, где можно почерпать идеи по тому, что реально можно сделать с конаном. Там идет огромное обсуждение, большого количества вариантов, и они предлагают там, я не знаю, делать, короче, конан пэккаджи на каждый коммит, все что угодно. Так, у нас закончилось время, или еще, вот типа один вопрос, человек долго тянул. Давайте. У меня небольшое дополнение по поводу зависимости, вот ромбовидной зависимости. Вот можно слайдик, где версия буста 1.64 выбирается. Вот конан позволяет указать не конкретную версию, а диапазон версии, например, больше 1.64, или от 1.64 до 1.66, буста. И в таком случае конан сам выбирает, если у вас несколько библиотек с вот такими диапазонами зависимости, какая лучше, которая подойдет под все ваши зависимости. И если он не может такую найти, только в таком случае он напишет ошибку. Можно, да. Спасибо за комментарий. Всем спасибо. 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 Спасибо.